здравствуйте дорогие друзья с вами Дмитрий Карапенко это краткое видео посвящено теме теста IELTS довольно такой популярной конечно теме на которую я уже записывал видео и буду еще записывать немеряное количество дай бог верю что кому-то оно пригодится итак друзья это видео давайте назовем вкратце день накануне IELTS хочу сказать друзья что то что я вам сейчас говорю соодновременно оно очень просто как бы очень очевидно и но в то же самое время большинство учителей учеников не задумывается об этом и теряют какой-то балл и поэтому если вы хотите сдать IELTS на хороший балл но чувствуете что все у вас как бы все на ниточке да то есть все висит то есть знание английского ну как бы есть но не такое что вы расслаблено идете на этот тест сдаете его там на семь с половиной восемь идете домой даже не так как между делом да зайдя на IELTS это случается наверное в одном проценте случаев если не меньше во всех остальных мы конечно люди переживают волнуются потому что русскоязычный так далее и в общем IELTS это испытание так вот если для вас IELTS это определенное скажем хотя бы позитивное пусть на испытание то слушайте пожалуйста очень внимательно что я вам говорю это великий секрет того как прибавить себе полбальчика на IELTS итак друзья смотрите это при этот принцип метод то я взял из других сфер не английских неоднократно проверял на своих учениках это все работает в общем не буду выходить вокруг да около перейдем общем прямо где вы смотрите мы допустим готовимся к IELTS несколько месяцев да или полгода или год не важно ну возьмем там полгода интенсивная подготовка к IELTS учитель с учеником или сам ученик готовится и так далее допустим IELTS он должен сдавать в субботу что делают обычно ученики что делают обычно учителя причем и заграничные тоже и британские и так далее что они советуют например пятница что самое главное интенсивнейшая подготовка к IELTS интенсивнейшая то есть кульминация всех ваших напряжений напрягов и всяких словесных извращений все что только можно делать и в пятницу и так далее потому что это последний день перед тестом то есть я с этим друзья категорически не согласен и проверял неоднократно на своих учениках да и на себе тоже но не в отношении а скажем отношении трюхих языковых ситуаций и так далее смотрите что я вам еще сказать если мы занимаемся одной и той же деятельностью длительное время например месяцами ученик с ученик учитель с учеником готовится к IELTS три раза в неделю до а последний месяц там или два четыре каждый день естественно происходит перегрузка нашего мозга ничего музыка конечно по одному каналу то есть по скажем так вот этому умственному каналу ну условно я так не усложняю не вдавая всякие гибри мы перегружаемся одним и тем же чтение там какой-то ответы на вопросы же письмо чтение письмо ответа на вопросы слушания письмо чтение человек уже такой ватный да он настолько на пожеван этими всякими словами так далее и дело в том что мы же хотим все интенсивно и побольше напхать в себя или в свою ученика да и получается что ну действительно перегрузку мозгу нужно время инкубировать то есть разложить это все по полочкам но мы же ему не даем мы думаем что если каждый я сам сторонник к ежедневных занятий по много несколько часов но я понимаю знаю что такое занятие то есть это не то что большинство думаете на сидеть и читать напряженно какое-то упражнение с ума можно сойти до то есть быть в английском и и что-то напряженно учить это две разные вещи поэтому вот она напряженность что-то учить часами каждый день и тут пятница которая как известно идет перед субботой и люди еще больше себя нагружают в результате в субботу с утра не с такими синими кругами под глазами идут на ielts и что происходит первым по очереди идет слушание лысинг да которая требует предельной концентрации внимания предельной просто ну для нас опять таки для русскоязычных я повторюсь может быть индусом и так далее там чуть чуть легче потому что они английский слушать с пелен и слышать с пеленок и поэтому им это все детский сад нам это не детский сад это одновременно слушать английскую речь и вписывать нужные слова это очень большое умственное напряжение человек должен быть свежий для этого то есть отдохнувший выспавшийся хорошо но не пери 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 выспавшийся такой чтобы он вообще такой пьяный туда пришел ну и не дай бог не недоспавший этого раз во вторых что самое главное я вам расскажу я не такой мини историю например чтобы вы поняли что имею ввиду и спорта из шахмата спорт такой умственный скажем тогда так вот я не помню честное слово с кем из гроссмейстеров такое как бы делали его коуч тренер за день до чемпионата мира или даже за пару дней он запретил ему вообще не то что играть шахматы даже думать о шахматах он увез его в горы я не помню какие точно и если мы гуляли несколько дней по горам по лесам обсуждали природу какие-то философские аспекты бытия и так далее в результате он сбил перенапряжение по одному каналу понимаете то есть пошло он загрузка по-другому по эмоциональному духовному и так далее потом этот шахматист выиграл чемпионат мира встает вопрос если бы этот коуч его тренер вместо того чтобы брать его в горы и смотреть с ним на барашков этих всяких скакающих да он бы дрючил его извините этими шахматами два-три дня еще коуч был очень разумный то есть он четко понимал что перегружать уже до беспредела этого шахматиста не надо он и так уже замучен он уже так готовился да плюс еще родина партии и так далее этот эмоциональная нагрузка всякие эти и идеологи лидеры которому в уши вставляют всякую чепухню и так далее тут он еще его этими шахматами 5 то есть тут с ума сойдет поэтому он сбил это перенапряжение по другому каналу точно также с айлдсом это тоже самое испытание как и чем-то мира по шахматам только может быть немножко такое глобальное так вот последний день перед айлдсом я считаю поверьте мне сделайте это и вы увидите результаты вы должны отдыхать то есть никакого английского никакого айлдса никакого ничего вообще расслабон приятный красивый кофе какой-то джаз кафе отсыпание валяние в кровати и так далее то есть поймите что между не надо за один день вы не возьмете ничего если вы этого не взяли за там предыдущий год надеяться что именно в этот день вы что-то найдете такое что вы потренируете сам или с репетитором и вот она вам завтра попадется вероятность конечно есть друзья но наравняется знаете как лотерея 0 запятая 0 0 0 0 0 0 намного лучше расслабиться подумать о чем-то другом только не смотреть фильмы ужасов знаете еще что такое там зимой играть идти в я не знаю какой-то хоккей всему запыхаться напиться ледяной воды чтобы на субботу у вас еще горло заболело да это нет не надо таких крайностей просто мы отдыхаем к тому же многие люди они допустим путешествуют им приходится в накануне тестов например там в киев москву еще куда-то потому что не в каждом городе есть это тест-центр и поэтому мало того что им временная передислокация тоже мини стресс для мозга для организма и так далее вот поэтому не надо себя перегружать всякими ненужными чепухнями мы идем спать как можно раньше только так чтобы смогли заснуть и встаем как оптимально до теста и весь предыдущий день вы расслабляетесь если вы уж так переживаете что вы не можете без английском именно в этот день посмотрите какой-то приятный сериал на английском тот который вам нравится всякие нам фрэнс какие-то теории большой взрывы что-нибудь такой ну не сильно напрягающий не сильно не сильно заставляющая вас может мозг ваш мозг что-то анализировать сравнивать и так далее все эти ассоциации проворачивать не нужно дайте мозгу отдохнуть переключить его нежно перезагрузить какой-то другой канал только же не сильно аккуратненько так что вы не радали накануне я думаю вы понимаете что я хочу вам сказать друзья я вам серьезно говорю это один из величайших принципов секрет не секретов даже методов которые помогают вам помогут вам добрать пол балла либо на экзамен потому что вы на этом вы снили в первую очередь вы будете более свежими отдохнувшими сосредоточенными сконцентрированными готовыми к действиям я вам гарантию даю что вы учите доверьтесь мне конечно понятно что если вы с репетитором своим занимаетесь там водами так далее ну понятно что вы скорее всего послушайте репетитора а не меня потому что кто я такой туда на видео вам что там вещают и тем не менее по крайней мере поразмыслить не над тем что я вам говорю день перед экзаменом перед тестом айлс или другим тестом неважно той фул там всяким то и другими отдых никакого английского в крайнем случае какой-то приятный сериальчик все музыка приятная там кофеек я имею ввиду получайте удовольствие в этот день вы заслужили его если вы работали определенное время вы заслужили отдохните перезагрузите обойму перезарядите обнулите счетчик и мозг ваш отдохнув всего один день в субботу допустим воздаст вам увидите как он оперившись опять перезагрузившись то ли набросится с энергией как бы с задором на этот айлс и айлс будет для него приятным с приятной детской прогулки и так друзья с вами был дмитрий карапенко успешных вам айлсов и успешной карьеры вместе с английским до встречи в следующих видео